Здравствуйте дорогие друзья! Это видео мы записываем для просмотра и обсуждения в домашних группах, встречающих Святую Субботу. Отрывок, который мы с вами прочитаем сегодня, это пример водительства Духа Святого в служении апостола Павла. И название нашей сегодняшней темы это «Водительство Духа». Текст, который мы прочитаем, находится в книге «Деяния апостолов», 16 глава, с 1 по 15 стих. На что мы с вами обратим внимание? Здесь в этой главе описывается событие из второго миссионерского путешествия апостола Павла. Павел продолжает посещать церкви, которую он основал во время своего первого путешествия. Здесь мы впервые встречаемся с Тимофеем. Тимофей, это распространенное греческое имя, означает «почитающий Бога». Тимофей, вероятно, был обращен во время первого миссионерского путешествия Павла и первого посещения Павлом города Листры. И мы в этом можем убедиться, благодаря тому, что апостол Павел сам называет Тимофея возлюбленным сыном своим или истинным сыном вере. Так он называл тех, кто обратился благодаря его проповеди. Тимофей был очень молод на тот момент. С детства он знал еврейские писания. При этом физически он был достаточно болезненным и похоже на то, что в ходе служения он еще сильнее подорвал свое здоровье, что мы видим, свидетельство этому мы видим в посланиях апостола Павла. Тимофей был помощником апостола Павла во время его второго и третьего путешествий. Тимофей исполнял поручения апостола. Историк церкви Евсевий Кисарийский пишет, что Тимофей стал первым епископом города Эфеса. И считается, что он принял мученическую смерть от жителей этого города. Что касается происхождения Тимофея, оно было смешанным. Палестинские евреи считали смешанные браки между иудеями и язычниками страшным грехом, и они не признавали такие браки. Но в таких местах, как город Листра, где еврейская община была небольшой, видимо, к этому относились терпимо. По иудейскому закону, по меньшей мере, уже во втором веке человек считался евреем, только если его мать была еврейкой. Но даже если это установление действовало во времена Павла, Тимофей все же не мог считаться настоящим евреем, пока он не был обрезан. Поэтому апостол Павел обрезывает Тимофея и делает его полноценным иудеем, потому что это было важно для свидетельства иудейскому обществу. Иначе Тимофей не был бы принят иудеями. Если посмотреть на политику апостола Павла в этом вопросе, мы можем увидеть, что, например, другого своего спутника и помощника Тита Павел намеренно не обрезывал, потому что Тит был чистокровным греком, и Павел был категорически против того, чтобы греки, принимающие Иисуса Христа, обрезывались. На самом деле Павел учил соблюдать определения и постановления, которые приняли апостолы и пресвитеры в Иерусалиме, на Иерусалимском соборе. Об этом написано в предыдущей, в 15 главе книги «Деяния апостолов». Если посмотреть на то, что мы сейчас будем читать, вы увидите очень много географии в этом отрывке, и будет полезно, если при чтении этого отрывка вы будете отслеживать по карте все передвижения и все намерения апостола Павла. Теперь несколько выражений, давайте мы их разберем. Выражение такое «Не были допущены Духом Святым». Лука не уточняет, каким образом Дух Святой воспрепятствовал миссионерским намерениям апостола Павла. Но мы можем увидеть просто тот факт, что миссионеры здесь стремились на север. Вы сможете увидеть это, когда посмотрите на те города и провинции, куда хотели отправиться миссионеры. Но на самом деле Дух Святой воспрепятствовал им идти на север, а направил их на запад. В седьмом стихе, где у нас в переводе написано «Дух недопустил их», в оригинале написано «Дух Иисуса недопустил их». И здесь мы можем с вами увидеть такую тесную связь между Духом Святым и Иисусом Христом. Теперь давайте посмотрим на то видение, которое было апостолу Павлу. Македонянин, муж, является апостолу Павлу в видении ночном и приглашает его «Приди к нам и помоги нам». По сути, это событие, которое называется «Македонский зов». Это знаковые события. По сути, в этом призвании, призыве можно увидеть зов всей Европы, которая обращается к апостолу Павлу. Павел до сих пор служил и проповедовал в Азии. И он намеревался направиться дальше, на север, по территории Азии. Но Господь через этот зов македонянина приглашает апостола Павла обратить свой взор на Запад и оказать такую миссионерскую, евангельскую помощь людям, которые в невежестве живут там, на Западе, в Европе. Это очень такой сильный призыв и очень сильный момент в жизни, в служении апостола Павла. В жизни церкви сегодня тоже может звучать македонский зов со стороны тех людей, жителей тех регионов, городов, которые еще не имеют присутствия Церкви Божьей и не слышали Евангелия. Из уст настоящих свидетелей Божьих. И поэтому очень важно, чтобы сегодня верующие люди тоже слышали этот македонский зов. Может быть, реальные люди не могут осознать свои нужды и обратиться с таким призывом. Но эта неосознанная нужда людей, она должна быть для нас, верующих людей, очевидной. Пусть каждый из нас услышит македонский зов людей, которые все еще не знают Христа. Дальше мы можем обратить внимание на то, что Лука, автор Деяния Апостола, в 10 стихе впервые вставляет слово «мы» в повествование. По всей видимости, Лука присоединился к Павлу в городе Трада, как раз вот в этом отрывке, который мы с вами будем читать. С этого момента Лука говорит «мы», и дальше все повествование идет во множественном числе «мы». Мы знаем, что Лука не оставлял Павла даже в самых трудных обстоятельствах служения жизни апостола Павла. И это очень хорошо видно по повествованию книги «Деяния апостолов». Дальше. Молитвенный дом. У нас упоминается некий молитвенный дом, но вы знаете, в оригинале нет слова «дом». Там скорее просто говорится о месте, где совершалась молитва, место для молитвы. А в тех местах, где не было официальных синагог, евреи собирались в ритуально чистых местах у воды. Обязательно для них было очень важно наличие воды, потому что они всегда перед молитвой совершали омовение рук и ног. Поэтому здесь тоже вот такое молитвенное место находилось у реки, у воды. И туда, за пределы города, за ворота городские, выходит апостол Павел со своими спутниками. Видимо, они услышали, что есть такое место для молитвы. И там они познакомились с собравшимися там женщинами в основном, проповедовали им. Это была необычная, конечно, ситуация, чтобы в субботу мужчина проповедовал женщинам. Обычно в синагогах иудейских было разделение. Мужчины собирались отдельно, а женщины находились отдельно и слышали только за перегородкой то, что происходит там у мужчин. Но здесь мы видим, что апостол Павел общается с ними. И там женщины некоторые принимают веру. Одна из них Лидия. Лидия. Имя Лидия было особенно широко распространено в Феатире, которая расположена в районе древней Лидии. И Феатира это город, который славился красильными и текстильными производствами. И интересно это факт, что многие жители Феатиры преуспевали благодаря торговле багреницей. Они торговали этой тканью, покрашенной тканью с соседними провинциями. Багреницей называли кроваво-красный краситель, который добывался из моллюсков багрянок. В изобилии водились эти моллюски на мелководье близ города Тира. А также багреницей называли ткани, которые окрашены этим драгоценным красителем. Это была очень дорогая ткань. И это был очень дорогостоящий бизнес. Здесь мы видим, что Павел и его спутники, по всей видимости, остановились в гостинице уже до этого. Они несколько дней находились там. Но Лидия проявляет такое гостеприимство, что приглашает апостола в свой дом. И, по-видимому, это о чем говорит, что в ее доме были дополнительные комнаты для гостей. Значит, дом ее был большой, а значит, она была человеком состоятельным. Ну что ж, вот такие моменты, которые мы можем упомянуть о контексте этой главы, этого текста. И сейчас мы будем приступать к чтению этого отрывка. И при чтении давайте, как обычно, будем обращать внимание на три вещи. Во-первых, что этот текст открывает нам о Боге, о его водительстве. Что этот текст открывает нам о людях, и как мы можем это применить к себе. И к чему призывает нас этот пример апостола Павла и этот пример водительства Духа Святого в жизни апостола Павла. И сейчас я предлагаю нам прочитать книгу «Деяния апостола» в 16 главу с 1 по 15 стихи. И изучить этот отрывок с помощью тех вопросов, которые вы получили на WhatsApp. Божьих благословений всем нам!